Ну что, всем добрый вечер! Меня давно не было в сети. Привет, ОРУ! Прошу прощения, а работы было так много, что мы никуда не успевали. И вот, понял, что уже два дня я не был в перископе. Жажда интернета меня замучило. Добрый вечер! Сегодня пройдем по Азбуке Вкуса. Мой любимый магазин. Супруга у меня убежала за шампунем. Всем добрый добрый день! Порадоваюсь маленькими красивыми картинками. Не знаю, среди серости зимы всегда тоже можно найти что-то жизнерадостное и красивое. В Азбуку идем. Кризис, кризис. Но едим мы мало, едим мы вечером. Почему Олимпийца называют Олимпийцем? Потому что он был в костюме Олимпийской сборной. Привет, Таганрогов! Привет! Таганрог, передайте Славке Ригерту привет! Хотите ли иметь детей? Пока нет, а в будущем посмотрим. Да, фруктов много. Много всего вкусного, а самое главное серость. Так, отлично, пока с вами болтал, я забыл взять тележку. Так, идем за тележкой. Привет, Барнау! Сейчас придет супруга, она будет выбирать еду, а я смогу с вами больше общаться. Скучаю ли по Тае? Как можно не скучать по солнцу и тропикам? Конечно, скучаю. Почему мандарины? Ребята, лучше вам не знать, почему мандарины. Здесь мандарины стоят не по-детски. Привет Новосибирску. Что мы будем покупать? Еще не подумал. Фрукты у нас дома какие-то есть. Привет Ландуну! Передай привет Дагестану. Обязательно передаю Ростову Ландуну. О, какие тут знатоки. Про яйца с тобами. Так, что у нас здесь хорошего? У нас здесь хурма, но качество мне не очень нравится. Арбузов мы поели недавно, и за такие деньги я его точно не хочу. Какой город? Санкт-Петербург. Так, что у нас здесь вкусного? Почему, девчонки, можно есть еду? Смотрите, помыло. И написано, новый урожай. Это мы с удовольствием съедим. Сейчас посмотрим, какой мы выберем. Так, почем они стоят? Терпимо, кстати, 198 рублей килограмм. Когда к Мишке, слушайте, Мишка разболелся, и это очень-очень нездорово. Завтра обязательно с ним будем созваниваться. Привет Беларуси. Завтра мы будем созваниваться. Вон моя любимая. Что взял? Апельсинки не взял, сейчас беру нас с тобой по МЭО. Вот, обязательно с ним будем созваниваться, и очень надеюсь, что он все-таки поправится. Один день из жизни Шпака будет обязательно, но у нас сейчас очень много запланированных съемок. Через неделю мы запланировали поездку в Москву, и там у нас будет много интересных съемок. Все увидите. Смотрели с мужем все выпуски. Молодцы, спасибо огромное. Прошли 4G, так по-моему оно у меня есть. Нет, мать, хурма плохая. Так, привет, столица. Что будем готовить? Честно говоря, как обычно у меня импровизация, сейчас мы увидим, что там есть, и будем по этому поводу понимать. Можно взять мандаринчик, апельсинчиков и съесть их. Чем это мне апельсины, не апельсины? Можно их сделать, тогда их надо свешить. Чем заболел? Я не знаю, он не очень долечился после операции, и соответственно, рельс был ослаблен. Они плохие, и поэтому нет, а за эти деньги я не хочу покупать. Мастя, и за эти деньги не надо. Ты цену смотришь? Передать привет легких коровам. Санкционники нет. Да, слушайте, у вас будет вкусов, почему-то ее нет у нас. Здесь у нас есть испанский хамон, здесь у нас есть итальянские сыры. В общем, здесь есть абсолютно все. Свети, давай Свети. Так, Свети, убираем. Берем две штуки. На, это Сетеньки пускай она взвешивает. А вот это? Тут. Нет. Сейчас. Сейчас. Даша, шатывая. Предать привет Абду. Передаем. На, держи. Привет Москве. Так. Сколько яиц, белков за раз кушаешь? Немного. Я ем полностью яйца. Наверное, 4. Привет, Мария. Омск, минус 30. Кухня аж пока. Во, ребята, вы прям предвосхищаете. Эта рубрика скоро запустится. Я жду, когда моя квартира будет доремонтирована, чтобы начать это делать. Грыжа шейного отдела, стопа запретила заниматься. Смотреть, чем заниматься. Ходьбой не запретила. Легкие гантели тоже можно делать, но, соответственно, надо не перегружать трапецию и шею, пока она не окрепнет. Лучшее упражнение на квадрисепс. Лучшее упражнение на квадрисепс покон всегда считалось приседания. Так. Это у нас маленькие карнишоны. Да. Вот что здесь не отнимешь. Такое то, что у всех тут очень вкусно лежит. А взвешивать не нам. Взвешивают здесь продавцы. Они здесь обслуживают абсолютно все. Ребята, покажу себя в конце, зачем же показывать меня постоянно. Здесь есть... Картошку возьмем. Картошку? Бери картошку. Привет у нас в Нижневадростку, Германии. Что полезно пить? Что вы имеете ввиду? Воду полезно пить? Что, думаю, дети декана много белка. Много белка и нужно понимать, что белок без тренировок в большом количестве тоже точно неизвестен. Предать привет Давиду. Чем я известен? Не знаю. Ничем. Да, ужин с семкой и с картошкой он шикарен, как всегда. Передай, передави, уже передавал. Сколько стоят огурчики? Дорого, ребята. Я не всегда смотрю на ценник. Мы хотим угря? Или мы не едим угря? Не знаю. Какая-то перепелка? Да. Давай и посмотрим. А ты показывал рыбку живую там? Магний, витамин B6. Есть ли толк? Да, есть. Так, тут у нас рыбки, но я такое живодерство не люблю. Я очень пацифично отношусь к животным и не люблю, когда они ожидают смерти. Вот. Мышцы нет, не обязательно должны болеть после тренировки. Привет. Саня, суп еда? Да, суп еда. Смотря из чего состоит суп, что там есть и прочее. Так, пойдем узнаем, что у нас здесь есть еще. Мы так продолжительно два дня работали, что у нас закончилась вся еда. Нет, давай-то возьмем угря сегодня. Вот. Фрукты на сушке можно. Можно, смотря какие фрукты и в каком количестве. Рыбку не надо, мы не доедаем. Какую рыбу любим, как правило, ну так ее и нету, поэтому давай не будем. Здрасте. Здрасте. Нам угря, пожалуйста. И только без соуса. Так, какой ты хочешь? Ее нету, посмотри. Той рыбы, которой надо, нету. Проект питания, ребят, проект будет скоро. Я все-таки, когда начну готовить на своей кухне, я обязательно начну рассказывать разные интересные вещи. Честное слово, обещаю, мы будем это делать. Привет из Питера. Питер, привет. Азбука фукуса. Что взять на первый курс лучше? Ребят, я уже говорил, анаболические стероиды это не тема для личного обсуждения. А? На все угря, да. Вы на пополам порежьте, да, только соус лишний надо будет убрать. Вот. Что еще? Простите, если не на все вопросы отвечаю, потому что я одно время пытаюсь смотреть, что я еще покупаю вместе с этим. О, Лешка Рисаков в прямом эфире. Передайте вам привет. Какие фрукты можно на сушку? Крепы, яблоки, возможно апельсины, возможно немного помэлы. Что еще можно из этого? Легкие зеленые груши, китайские груши. Собственно так. Саша, проживатель, вы даже на экзамене? Живая. Приедем ли мы в Екатеринбург? Пока, пока нет. Я покажу в конце, как сделать, как убрать. Хирургическим путем, других вариантов нет. Ребята, какие фрукты на сушке можно? Я уже отвечал. Так, Мазин, ты так быстро показал, потому что интернет так быстро работает? Это наш уголь. Ну что, поехали дальше. Я думала, соус у меня закончил. Соус? Бери. Есть прекрасный соус, который идет к любому мясу, курице и ко всему. Вот такой. Так, вопрос, как быть с генекомастией. Только что отвечал. Хирургическим путем она убирается, других вариантов здесь нет. Увеличенная молочная железа у мужчин – это доброкачественная опухоль, которая принадлежит удалению. В других вариантов нет. Ехать в Австралию – она далеко. В каком виде угорь? В готовом. Он уже полностью сделан. Каких не читаю? Практически никакие. Морс? Да, Морс один возьмем. Поддерживаем его отношения с ребятами, конечно, и скоро мы к ним поедем. Нет, нам нужен клюквенный, да. Что же, вы повторяете вопросы? В ней диете Дюкана уже говорил. В ней есть смысл. Одна из неплохих диет, но в том случае, если вы не тренируетесь – это проблема. Просто белка слишком много, и такое белковое питание при небольшом количестве клещатки организму не всегда на пользу. Будут ли тайские каникулы три? Очень надеюсь. Чем полезен магний? Магний, калий полезен для сердца. Да, зарядка у меня села. Осталось минут на пять. Завтра выйдем в эфир. В перископ обязательно. Моя клиентка Аня будет показывать рывок. Все после тайских каникул подсели на тяжелую атлетику. И, соответственно, посмотрим, что она будет по этому поводу там делать. На прошлой тренировке мы это все редактировали. Я, к сожалению, не мог выйти в прямой эфир, потому что приходилось ее страховать. А в этот раз, я думаю, все будет уже в порядке. Простите, если нагоняем аппетит, но мы не со зла. Приедали в Новосибирск. Ребят, мы ездим во все места практически всегда за свой счет. Поэтому, если ездить очень много, то мы не будем успевать работать. Хожу ли в церковь? Да, но не каждую неделю, наверное, два раза в месяц по воскресеньям. Здравствуйте. Что же за вопросы, есть ли Коу? Коу есть в каждом магазине, к сожалению, по-моему. А влияет ли секс на основание после тренировки? Ну, конечно, влияет. Секс всегда на пользу. Что думал по поводу Будюка? Ничего не думаю. Он же мне ничего лично не сказал, соответственно. У меня к нему и никаких претензий нет. Что попить для хорошего сна? Что попить для хорошего сна? Честно говоря, я не знаю. Может быть, бокал вина? Саша, меняются ли люди? Нет, люди не меняются. Люди подстраиваются, но точно не меняются. Так, привет. Ну что, малыш? Сами верно, для девушки все силы за раз прорабатывать или делать сплиты нужно. Девушки вообще состоят в основном из попы и из ног. Если вы смотрели лайв-журнал для девушек, то 80% тренировки занимает... Такую не знаю. Бери. Занимает работа с задницей и ног. Все остальное вверх. Мы проработаем терапевтически, а тренировка идет на ноги каждую тренировку. То есть, у нас нет каких-то разграничений. Когда кто-то из тренировок делает отдельно для девушки, а тренировка рук и плеч, ну, я не знаю, это несколько, наверное, неправильный подход к тренировкам. Так, здесь сладости. Мы проходим мимо и даже вам не показываем, чтобы не было соблазна поесть чем и сладенького на ночь. Так, ну и что, мы движемся на кассу? Да. Так, ну и так, потихонечку. Мы передвигаемся на кассу. Все интересное мы уже себе взяли. Нам на ближайшие два дня хватит. Когда белка не хватает, можно поесть яйца. Привет, Тюмени. Привет из Казахстана от Давида. Ребят, перезайти, к сожалению, не смогу, потому что батарея...